Алло. Алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаю вас внимательно. Национальный банк Трасс. Меня зовут Екатерина Анатольевна. Скажите, пожалуйста, Лену или вы услышите? А, Лену? Ну, секундочку, сейчас позову, она вышла из лаборатории. Марго, Леночка где? Она спустилась в стерильную комнату, извините. Что передать, она мне оставила телефон здесь на вештаке, на лабораторном. Я ее заместитель. Она мне сказала, будут звонить, решайте вопросы. Она ушла в лабораторную, ну, в стерильную комнату. Понятно. Перебивайте, чтобы она с банком Трасс связала в срочном порядке по регулированию вопроса просроченной задолженности. Дело в том, что она в ближайшее время... Алло. Алло. Слышите меня? Да, я вас перебил, извините, а может быть... Технический сбой связи. Ну, еще раз повторите, если что-то говорили, потому что я вас не расслушаю. Ага, да, конечно. Может быть, что-то со связью. Дело в том, что у нас тут лаборатория, хотите верите, хотите нет, у нас один телефон на всех, потому что нельзя заходить, у нас тут очень серьезные научные исследования проходят. И вот только руководитель имеет право свой телефон заносить сюда. Да, и вот все дела решаются через ее телефон. Вы не представляете, что с этим телефоном делают. Я один раз видел, как нас готовят к входу в нашу стерильную комнату. Его паром холодным обрабатывают. Телефон паром служба охрана обрабатывает. Поэтому он может, конечно, это, глючить, миражи выдавать. Итак, она же руководитель, она спустила стерильную комнату. Сейчас у нас сезон открывается. Мы изо всех сил проводим лабораторные исследования, опыты, знаешь, животных. А она у нас человек преданной науки. Она сама, сама, сама облучением подвергается. Нет, кредитные обязательства для всех одинаковые. Поймите, пожалуйста, так как она является пенсионером, решится достаточно просто. Банк подаст в суд и начнет взыскивать 50% с любого вида доходов, в том числе и в пенсии. А как же прежиточный минимум, который гарантирован государством? Долги, долги возвращаются. Не-не-не, у нас же нет долговой тюрьмы и уголовного преследования, насколько я знаю, в нашей стране нет. Нет уголовного преследования, ну, до 50%. А как же минимальный прожиточный минимум у нас, он, по-моему, 9 тысячи, он гарантирован государством. Не имеет права никто забирать более, чтобы человека оставить. Понимаете, об этом должны будут думать ее родственники. А почему родственники? Она очень умный человек. У нее, знаете, какие надбровные дуги какие серьезные? Она очень грамотная. Если ей понадобится, она может обратиться на кафедру юриспруденции, ей там помогут. Это, кстати, на кого, для серьезных людей, несерьезных. Скажите, у вас какие надбровные дуги? Сколько сантиметров от переносит до первого, ну, волоска, так, волосной покров? Я попытаюсь определить на опытном эксперименте, насколько вы были разумный человек. Разумный человек. Я еще раз повторяю, с астропилопитеком не стоит сравнивать человека. Кемский с астропилопитеком? А зачем вы упомянули астропилопитека? Я, конечно, ученый химик. Я далек от зоологии, но, наверное, не так далек, как вы. И что же там со астропилопитеком? Понимаете, сколько бы мы с вами ни говорили... Не-не, вы продолжите, мне очень любопытно, барышня. Что вы там? Вы человек от налогии? Какую информацию? Я информации никакой не услышал. Я вам пытаюсь объяснить, что с человеком происходит. Разговор идет под запись. Да, у нас тоже они все записывают. У нас все переговоры записывают, кто должен вас уведомить. У нас служба охраны очень строго к этому относятся. Я ничего не понял.